Здравствуйте, в эфире программа «Маразм крепчает». Нам казалось, что в нашей предыдущей программе нами была вскрыта такая глубина маразма, что дальше просто некуда. А нет, есть еще потрох в потроховнице. Вновь свою лепту в это дело внес Анатолий Артамонов, если кто еще не знает, губернатор Калужской области. Реагируя на требования депутатов законодательного собрания предоставить региональному парламенту отдельное здание, он со свойственным тонким юмором заметил, что парламент это все-таки публичная власть. И народ должен тут шастать, туда-сюда, туда-сюда, как сказал губернатор, в отличие от администрации губернатора, где присутствие народа крайне нежелательно, поскольку здесь сплошные секреты и государственные тайны. Затем Анатолий Дмитриевич сравнил себя с президентом Путиным, также бессильным привезти в Кремль кого угодно, и дал добро на переезд парламента в другое место. «Где тут маразм?» – спросят любознательные зрители. Спросят и будет прав. Маразма тут нет. Маразм в том, что несколькими абзацами ниже губернатор заявил прямо противоположное. «Леди из автомобиля скорость больше, так оригинально», – сказал он. «Только я сомневаюсь, что к вам туда кто-нибудь пойдет, к вам сюда идут только потому, что тут губернатор сидит. Уйдете, так и будете одни там сидеть, а посетители все равно сюда пойдут, туда, где вопросы решаются». Привычный под каток меткого слова губернатора попал депутат Законодательного собрания партии «Справедливая Россия» Вячеслав Горбатин. В очередной раз, посетовав на то, что кто-то работает, а кто-то мешает, губернатор заявил, что Горбатин продал родину за понюшку табака. Как всегда, дусмысленно намекнув и голословно обвинив, губернатор огорченно отметил, что теперь Горбатин не заслужит его артамонного уважения никогда. «Голосы на главе стопорщились от того, что я узнал. Я никогда не думал, что человек, который хоть там, допустим, и увлекался, но он все равно в рабочем классе был, может так продать свою родину легко. За понюшку табака. Ну как так можно? Ты потерял в моих глазах всяческое доверие, Вячеслав Александрович. Понимаешь, вот я твои проделки все знаю, и у меня к тебе уважения никакого не осталось». Моразн даже не в том, что вскоре после этого разгромного выгора сам губернатор угол во Францию, до этого успев уже посетить США и Китай, где как раз и вел переговоры о продаже своей малой родины по частям иностранным инвесторам. И думается далеко не за понюшку табака. Моразн в том, что за это губернатор как раз и требует к себе уважения, того самого, которого теперь не увидит от него депутат Горбатин, очевидно продешевивший в результате сделки. Газета ВЕСИ опубликовала расследование об антигосударственной деятельности МШПИ или Московской школы политических исследований. Оказалось, что это известное и вполне до момента выхода статьи «Респектабельное учреждение является рассадником иностранных агентов». Но этого мало. В Калужской области, о ужас, эта организация тоже свела себе гнездо. Главные кандидаты на шпионов Мартышенко и Горбатин. Они, как пишет некто Константин Горчаков, соответствуют всем признакам вражеских лазутчиков. Кто-то скажет, что это маразм. И скажет зря. Потому что маразм в другом. В разные годы через МШПИ прошли такие люди, как депутат ЗАГС Абралия Карп Диденко, старшая Екатерина Кармак, дочь Петра Кармака, надежного помощника губернатора Артамунова, только что в очередной раз утвержденный в должности уполномоченного поправчака Юрия Зельников, можно назвать еще с десяток другой фамилий калужан, официальных и не очень обучавшихся в МШПИ. Но мне кажется, что достаточно и этой фамилии. Иванов Александр Георгиевич, глава городского самоуправления и экология, секретарь городского отделения партии «Единая Россия». Эх же, их шпионов развелось-то, так что сплошной маразм. Но самый писк – это дело о наркотиках, найденных в Литеранском храме. Дело о клевете в отношении Дмитрия Мартышенко возбудили в день рождения губернатора, 5 мая, так сказать, подарок к столу. Целью обыска было обнаружение носителей информации, на которых могут содержаться важные для следствия сведения. Компьютеры, ноутбуки, планшеты, ну и тому подобное. Угадайте с трех раз, сколько компьютеров может уместиться в старом раздвижном кресле. И заодно представьте себе идиота, который станет запихивать в это кресло, например, ноутбук. Однако именно кресло было обследовано во время обыска в числе первых. Оперативник начал с поиска компьютеров в щели между сидением и ручками кресла. Ни на этом даже завалящего планшета он принялся разбирать кресло на части и в итоге обнаружил там коробочку с наркотиком. Что называется «Вот тебе бабушка, Юрий в день». Самое смешное, что и здесь маразм не в этом. И даже не в том, что теперь следствие вызывает свидетелей и интересуется у них, не они ли балуются наркотиками. Все, как один, отвечают, что не они. И все отзываются положительно, Дмитрий Мартышенко, даже те, кто друг с другом не знаком. И вот следствие предлагает этим свидетелям пройти еще психофизическое обследование, или, как его называют в народе, детектор лжи. Подобное обследование в отношении свидетелей проводится только в том случае, если есть основания сомневаться в правдивости их показаний. Например, если эти показания расходятся с фактами. Ну или если одни свидетели говорят одно, а другие прямо противоположные. Ничего подобного в ситуации с Мартышенко не наблюдается. Напротив, практически все существенные факты интерпретируются всеми свидетелями одинаково. И в пользу Мартышенко. А кому-то хочется, чтобы во вред. Моразм в том, что уже самому Мартышенко предлагают найти хоть кого-то, кто бывал у него в храме и может сказать о нем, в смысле, о Мартышенко. Плохо. И Дмитрий такого человека нашел. Им оказался Евгений Бровкин, уже известный нам директор боксерского клуба «Полет», хороший друг Алексея Волкова, замначальника управления экономики города. И он же один из авторов заявления на Мартышенко о клевете. Маразм крепчает, господа. Берегите голову. До новых встреч. В эфире была программа «Маразм крепчает» с Виталием Черником и Дмитрием Мартышенко. Продолжение следует...